Крымская эпопея. Семьи украинских офицеров, которые остались верны присяге во время оккупации Крыма, теперь за это расплачиваются квартирами. Как устраивают облавы сотрудники ФСБ? Подробнее Юлия Крючкова. С вещами на выход. В Симферополе, в квартиры, где проживают родственники украинских офицеров, зачастили делегации сразу по 10 человек. Российские военные, полиция и люди в гражданском. Требуют, чтобы семьи украинских военнослужащих освободили жилплощадь. У меня совершенно летний ребенок. У меня, говорю, мать инвалид второй группы, при том она еще является вдовой ветерана войны. Куда должна выезжать? На улицу? У меня уже выбрасывают, как котенка, просто на улицу. Но никакие аргументы никого не волнуют и никаких документов, например, решение суда о выселении не предъявляют. Мы прописаны, у нас есть документы на квартиру. У меня трое детей. И постоянно возникают проблемы и страх, что кто-то придет или мы придем, и квартира будет просто вскрытой. С ноября месяца это творится. Дочери угрожают уже по телефону. То месяц сдавали, то два. Приходим, квартира опечатана. Уже мы вселились, как бы сорвали это, зашли в квартиру. Они теперь говорят, вы нарушили закон. Какой мы закон зарушили? Семьям военных дали неделю на добровольное выселение. Это не единичный случай. Тоже происходит и в Севастополе. Там выселяют родню украинских моряков, которые несут службу, кто в Одессе, а кто и в зоне АТО. Куча моих коллег, которые же проживают, то есть на моих соседей, то есть на моих товарищей. Так само приходят и комиссии. То есть есть факты, когда по-варварски срезают двери, срезают замки, ничего не поясняя даже, допустим, не оставляя никаких документов. Таких случаев, допустим, насколько я знаю, допустим, порядка 15 случаев, то есть только по Симферополю и другим городам Крыма. В штабе ВМС Украины в Одессе говорят, повлиять на ситуацию не могут. Пока собирают информацию и докладывают в Минобороны. Родственники украинских военных будут искать защиту в судах или на материке. Юлия Крючкова, Виталий Зитковский. Подробности телеканал Интер. Крым.